Саратовскому музею МЧС 40. За это время несколько раз менялось его название, но не предназначение. Рассказывать о людях, героической профессии, обучать население правилам безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Круглую дату в музее решили отметить уникальные экскурсии. В ней приняли участие те, кто стоял у истоков его создания. С места событий Полина Попенец. Во дворе первой пожарной части школьникам и студентам показали технику, с помощью которой ликвидируют различные ЧП, а также спасают людей. Ситуации зачастую непредсказуемы, поэтому пожарные спасатели продемонстрировали то, как в считанные минуты можно вытащить человека из горящего здания. Для этого используют спецснаряжение и куб жизни. Главное, что мы можем к новому нормативу приступить. Время пошло. 3, 4, 5, 6, 12, 17, 19, 20, 20. Моевой норматив стал опять прыгать плюсы. Сегодня мы отправляем 40-летний юбилей нашего музея МЧС России. В 1977 году были заложены основы, но в этом помещении висели только плакаты о пожарной безопасности. Ну, естественно, с годами музей развивался и большую экспозицию сделали в 2007 году. Музей расположен на четвертом этаже регионального управления МЧС. Здесь находится больше полутора тысяч экспонатов. Манекены демонстрируют боевое снаряжение и одежду пожарных разных лет. Но особый интерес у посетителей вызывают электрифицированные диорамы. Перед нами квартира, в которой, уходя, кто-то гладил и не выключил утюг и свет. И вот давайте посмотрим сейчас внимательно, что произойдет в квартире. Дома никого нет. Как правило, в такой ситуации происходит замыкание, гаснет свет. Утюг, казалось бы, отключился, но уже поздно пожар уже начался. Смотрите внимательно. Дым заполняет квартиру. Мы с вами почти ничего не видим. А сейчас дым рассеивается. Перед вами квартира после пожара. Вот такой она стала. В зале музея, которому исполняется 40 лет, прошла экскурсия с участием тех, кто стоял у истоков создания. Впервые пожарно-техническая выставка распахнула свои двери для посетителей 20 июня 1977 года. Уже позднее, в 1995 году, она приобрела статус Центра противопожарной пропаганды и общественных связей. В 2007 году, после серьезной реконструкции, экспозиция Центра была значительно расширена. Появились разделы обо всех основных подразделениях чрезвычайного ведомства по всем направлениям работы. Центр стал называться Музей МЧС. Главные посетители музея – это школьники и студенты. В этих залах за 40 лет побывало больше 600 тысяч человек. И главное, что ребята могут не просто увидеть экспонаты, но еще и научиться спасать людей на деле. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24.